привет мои хорошие друзья мы опять химичили и на химичили монокристалл из квастов хочу поделиться с вами что у меня получилось и потом мы вместе с вами сделаем какое-то красивое украшение и так хотите узнать что получилось по баба 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 вот такой вот мои хорошие получился у нас кристалл покажу вам ближе у него красивая форма такая необычная очень красиво сейчас я его промокну и чуть-чуть подсвечу он у меня на лесочке подвешен это здорово что на леске потому что она остается внутри и запаивается и не видно и и смотрите друзья какой красавец у нас получился такие грани точеные пока его желательно в руки не брать пока прощаюсь сутку оставляю его сохнуть и потом вернемся с вами этому красавцу чтобы сделать для него достойное оформление посмотрите друзья какие еще поликристаллики получились на дне пока рос вот этот монокристалл поле то есть много смотрите красотень какая они так спаяны но очень хрупкие если их так чуть ковырнуть то можно разбить эту плиточку мне нравится потому что творец красиво все придумал я подумала их можно оформить на вот такой вот кулон из перламутра ничем не примечательный хотя перламутр сам по себе всегда красивый выложить и приклеить вот голубую волну вот из этих поликристаллов давайте попробуем нахимичить я решила воспользоваться клеем секунда из обычной салфетки вырезаем вот такую полосочку мы сделали приклеиваем можно сначала разметить клей а потом вот так вот промокнуть салфеткой она не будет видна друзья но нам очень важно чтобы у нас была основа можем брать легенько и пинцетиком перекладывать наши элементы ох нелегкая эта работа но очень интересная делаем так чтоб не было заметно салфетки мозаику такую выкладываем с одной стороны кристаллы плоские а с другой стороны есть структура грани поэтому надо присмотреться именно какой стороной вложить эти кристаллы смотрите что у нас получается салфетка уже в принципе впитала и она уже даже закостенела первый кусочек который мы положили он уже даже чуть-чуть зафиксировался мы сначала положим все сюда чувствую себя ювелиром как говорится будь моя воля я обязательно бы занялась ювелирным делом делать украшение какая это приятная работа но не так пелло но пелло пелло моется здесь это это кажется готово наше украшение не знаю видно ли вам как она мерцает на свету теперь друзья осталось сделать одну нехитрую штуку капаете клей постарайтесь копать между кристаллами но так чтобы под кристаллами было мокренько то есть наша салфетка должна впитать в себя все что мы копаем она еще может впитывать она так между проходит и мы должны оставить все что мы накапали чтобы но отдохнула то есть зафиксировалась клей я уже попробовала этот клей не разрушает кристаллы все нормально он проходит так сквозь них и не оставляет пленочек всяких ничего не оставляет чуть-чуть белый такой налет если вдруг у вас останется капля сверху то этот белый налет не нужен поэтому я вот так вот слегка как видите пинцетом беру салфетку и промакиваю места в которых я капала клей мы должны подождать пока наша красоте не зафиксируется вот такое украшение у нас получилось друзья это только пробное только первое а я уверена меня понесет дальше я думаю вас тоже потому что при виде вот такого мерцающего украшения очень очень хочется чешутся ручки сделать что-то еще а смотрите этот кристалл я вам уже показывала а вот это мерцающая кучка поэтому мы еще встретимся у меня есть большое желание сделать что-то еще чуть-чуть еще времени и она застынет в принципе она всегда схватывается быстро потому и секунда но видимо в кристаллах есть еще какая-то чуть влага они постояли от вчера до сегодня чуть влаги еще есть но не торопимся мы подождем я обязательно сфотографирую и покажу вам это прелестное украшение тем более это выращено своими руками это очень приятно поэтому творите друзья и еще у нас большой кристалл я еще никак не придумаю как его красиво зафиксировать чтобы его грани играли и чтобы их было видно так что до новых встреч мои хорошие пока 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 Продолжение следует...